Всем привет, друзья! С вами Марина Север и Яна Рэй, а вместе Дабл Эдсплейер! Продолжаем проходить, никто не живет лично. Да, нам нужно, короче, эвакуироваться отсюда срочно. Чуваки бегают, кстати, почему они нас тут? Видите, слепни что ли? Как вы их там назвали? Колобки? Колобсары, не знаю, как мы их назвали. Ой, камеры. Мы, короче, решили выключить музыку здесь, потому что она очень такая заебчивая. Да, и, в общем, она совершенно не прекрасная. Всю игру совершенно одинаковая. А зачем тебе это делать сейчас с камерами уже? Я хочу, чтобы не так уж много врагов здесь было. О, жиробаска! Этот, как его? Колобок, иди сюда. А, слушайте, Ларбас, мы же муваем попку его. Усыпи его. Вот, надо как-то найти быстрое, быстрое усыпление. Мне это очень не нравится. Ой, вы что так орете-то? Ты что сказал? Че? Давай еще этого. Давай сейчас всех там, короче, свалим. О, они опять как эти самые. Ну, ребята, вы что делаете-то? Что с Гиюги? У нас все игру... Сибирский пропуск нашли. Сибирские! НЕ СИБИРСКИ! Да что ж он ложится под него! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да... В общем, короче. Ой, давай там тоже в цепи! Пидарюги! Пидарюги! Много у нас пидарюк здесь? Ааа-а! Превога! Скажи спасибо, что я тебя не убила, б***ь! В прошлый раз мы убили какого-то босса, вообще не зная, что это босс, да, какой-то от Дубов самый у них охуенный босс, наверное. Мужики, смотрите, вот вы вообще скажите спасибо, что я вас не убила, хотя могла бы, могла бы убить, но ты проснешься от того, что тебя кто-то ебет в жопу, чувак. Что? Наверное, это хуже, лучше смерть. Да, наверное. Так, давайте зайдем, мне кажется, здесь бронежилет где-то лежал когда-то. Я не помню вообще, честно, может быть, он до сих пор лежит. Да? Ну вот что-то здесь, наверное, может быть, да? А, блядь, нихуя. Мы, короче, решили улучшить немножко, ее прокачали. Да, и у нас ведь и броник немножко съелся. Точнее, он не съелся, просто его стало больше. Смотри, как дипломатично прошли, никого не убили, молодцы вообще. Ну, замечательно, мне тоже нравится, в общем-то. Хорошо, проходим. Здесь крутится какой-то шпион. СРУ? Крутится. Круто. 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 Спите? Блядь, зря кинула, ой, блядь, сошвырнула. Кажи. Он даже не заснул, он вообще ничего не... А вот и... Ой! Ну, видимо, все. Горят, горят два мужика. Горите в аду! Что-то... Чуваки, вы не будете гореть в аду. Они как-то сейчас сиховы. Как сиховное горение у них было, они сейчас сиховы обещали. Не нужно на меня бычить, потому что у меня связи в аду есть, так что... Чуваки, вы как бы сами себе поднасираете тут конкретно-то, так, не надо так делать. Куда мы идем? Мы, короче, съебываем отсюда. Отличное ответ, мне нравится. Съебач у нас, капитальный съебач. Ты куда бежишь то? Ты сейчас поставлю сюда Я просто хочу Это шпион СТОЛИ Чувак не вызывай никого ПЛЯДЬ УЖЕ ВЫЗВЛ СУقة Подожди обновилась что ли всё да? ААААА НИХУЯСЕ ты РАЗБИЛ Ты ЧО снова延 yourself Давай ты забудьте что я не нахожусь БЛЯДЬ ЮНИЗАБЫЛ СУКАМЕНЯ ЛАЧ rub ВСОonna что же такое? АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААХório Давайте орать вместе с ними Да я тебя обыскал, нечего Да не жив! Смотри, он тебе хорошо сделал Книжку комиксы зачитанную, кто комиксы любит, аниме Заебись Так, F6 Ааа, увидели! А кто тебя увидел? Ты где? Давай посмотрим Откуда выйдешь? Справа, слева, слева, справа Мы тебя и ждем, давай, чувак Сдавайся! Не, я не хочу! Да и с чего ты идешься? Тебя еще камера засекла Бесполезно! Нас уже все засекли К х**м! Ааааа Блять, да у вас там так много, а! А у меня брони них** нет! Стой! всю броню сожрала! Блин, так и придется обыскивать их всех, да? Да, походу да С гнарами бегут Короче Да, нам срочно нужен бронежилет И лучше нам его найти, потому что Там кто-то опять отговаривает О! Спасибо! Ну я бы еще что-нибудь поискала О, это че? Эээээ! Ты откуда? Давайте сами будем. Так, новые записки. Бомба! Ты что встал-то здесь? Меня сейчас взорвёт. Да нормально, всё. Я не знаю, что никто не взрывает. Так. Я неоткратно предупреждал всех об опасности складирования горючего на открытом воздухе. Ну, собственно, вот это просто. Продемонстрировали. Семья последних взрывов подтвердила мою правоту. Я предлагаю заведующему складом ГСМШ... А, горючих смазочных материалов. Вот он насчёт. Принять меры, пока нас всех не разнесло на куски. Ты что? Я тебя сейчас разнесу на куски. Да, я хочу брызнуть. Не надо, ты что, лучше не надо. Да что ж такое-то, её обстреливают. А за тех толчок, слушай. Да иди сюда нахер. Дырка большая. Большую такую дыру сделали, благо мы смогли пойти. Горящая дыра. Замечательно. Так, разъёбываем мы очень... Да, это подгорающий пердак был. Замечательно, возвращайся к самолёту. Быстрее. Ну, съёбываем мы очень тихно. Я знаю, ты где говоришь. Технично съёбываем. Вот я Спар так же иногда съёбываю. Да, технично. Быстро. Чётко, слаженно. Ну как? Так. О, потихо, потихо, ну-ка. Пусть почему попиздят, а? Я тут недавно размышляю. Да, блядь. Пап, пап, пап. Я размышляла просто, хуя образовала. Давай, читай, чё там. Мы возмущены тем фактом, что агент империализма всё ещё угрожает покою нашей советской родины. Это типа Кэш. Если к утру он не будет арестован, я разберусь как следует и накажу, кого попало. Полковник Капустин. Тревогу. Ты чё вызываешь-то? Надо вызывать тревогу, пожалуйста. Так, я сейчас буду искать броню, не знаю где, но я её найду. Чуваки, вы меня не остановите. Броня, да, мы, что я остановила, мы должны найти броню. Что взорвалось, да, мы же там полы закладывали, а не сорвались. Да, ты меня испугаешься, конечно. Я сейчас говорю, я вызову демона, Себастьяна, и тебе разнесу как хуяло. Где броня-то? Во, я видела броню. Сейчас убьём всех. О, они там друг друга. Мисси милисс. Слушай, а чё они катятся, они укатились все. А-а-а. Гьюги. Ну всё, видимо, мы положили весь штаб страха. За собой поток. Штаб страха, да? Да. А-а-а. Вот такая вот пиздичная. Я не прождец, спасибо, сохранись. Ну здесь больше ничего нет, а F6 это полезно. Кстати, между прочим, был большой, красивый хуяло-хуяный броня. Но, к сожалению, это самое. Ну, нам он уже не нужен, но может быть что-то тут ещё есть. Да. Да. Ты чё? Пистоль возьми, чего? А там какая-то хуя. А то, что было в тот раз. Видимо, смотрите, мы, короче, взломали в тот раз вот эту херь. И потом чувак снова сделал замок. Видимо, очень переживает за свои баночки, бутылочки. Баночки, бутылочки. Так, ну всё, ведь мы всё обыскали. Так, а вот этого ещё надо обыскать. Ну и, собственно, всё, как бы мы уже практически, да, гранат нашли. Только гранатному ни хуя не пользуемся. Может тут что есть? Ладно, насрать. Ничего здесь. О, смотри, кто-то. Кто-то стоит. А давай мы его как-нибудь технично ёбнем. Технично ёбнем? Это как? Блядь, не получилось. Да взорв... Это шпион. О, подожди, я только посмотрю, что сейчас будет. Да, блядь. Кстати, снегоход-то где? Мне сказали, снегоход найти. Я ору вообще пиздец. Блядь, он ещё тревогу поднял. Ты куда побежал? Давай, убегайся, криво. Подожди, нам нужно бронеживое, этот снегоход найти, чтобы мы уехали отсюда. А где он был? Выбегай, посмотри, где-то там и был. Ну здесь на то, что снегохода не будет. Вот он там, я знаю, что он там. А, да? Слушайте, тревогу позвали, а никого нет. Вон они все стоят. Где? А, слушайте, так мы всех убили, да? А мы, короче, пропустили эту херню. Смотрите, даже на тревогу никто не отзывается. Все подумали, ну нахуй. Хорошо замечательно. Кстати, двоевчатка не зачем? Да, двоевчатка нужна. Я вот эту хочу, мне больше нравится. А мне всё съёбываем! Ура! Слесывается вообще! Не делай так, пожалуйста. Валим, валим, валим. Как спар, валим из работы. Валим, валим. Ура! 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 Елку прямо. Ой, всё. Сейчас бухают люди. Ура! Бухать после рабочего дня. Смотри, а что это? Там что-то было сейчас. Голюны, короче, какие-то. Там в воздухе какой-то непонятный объект зависал. Я не видела. Ну мы, короче, знаете, что сейчас делаем? Препланетяне. Мы заедем в охотничий домик. Может быть, там что-то лежит, какие-нибудь записки. Ну, во-первых... С пахвалой, типа, вот как охуенно Кэйн устроила диверсию. И в охотничьем домике там должно быть очень уютненько. Там очень уютненько будет. Да, там очень уютненько. Та же... Да-да-да. Керосиновые лампы такие. А то есть, мы не заехали, мы, по-моему, не показали. Ну, мы, конечно же, заедем. Кстати, мы ещё много раз проверяли, можно ли будет ночью вернуться на радиовышку, электростанцию. Но, к сожалению, нельзя. На электростанции будет какой-то забор стоять, короче, мы туда не пройдём. А радиовышка, она настолько свалится, что мы не сможем её перепрыгнуть. И всё, и под ней тоже уже не пролезешь. Поэтому, к сожалению, нельзя вернуться туда ночью. Ну, наверное, там было бы что-нибудь тоже уютное. Ну, нахуй надо. Я думаю, что лесной домик, он самый уютный. Ну, как может быть домик лесу зимой ночью не уютен? Он всегда будет уютен, да. Вот, посмотрите, давайте посмотрим в окошко, в окошко, подожди. Смотри, как... Вот, давайте посмотрим. Очень уютно смотреть, там паутина какая-то. Мы сейчас уберём эту страшную некрасивую паутину. Давайте уберём, да, и закрой дверь, чтобы было тепло. Жалко, камень нам никто не развёл. Кстати, а кто зажжёт керсиновую лампу? У нас тут, кстати, да. Агенты же у нас тут всякие. Кстати, закрой дверь, да. Давайте уберём. Некрасиво, это что такое, эстетично. Видите, как можно убрать паутину? Таким вот интересным образом, необычным. Так, ну здесь нам не нужно ничего... Ну вот, кстати, не зря заехали. Для нас даже вот аптечку положили, если вдруг. Давай подойдём, посмотрим. Кровать там няшная. Ну всё здесь, в общем-то, то же самое осталось. Эх, какая красота, бля, как хочется здесь остаться вообще. Ну, очень уютные лампы. Мне вообще нравятся всякие такие лампы, которые создают уют. Давай, Креп, у нас немножко пылишат, отдохнёт. Ну, как то, что они так сделали, потому что... Банан поездок, да, покушать вкусно. Гробокот у неё тут есть, один остался. Давайте подождём, когда он мяукнет. Кстати, я слышу волков. И ветер. Гробокот, ты отвлекаешь. Мы никогда не знали, что здесь воют волки. Некогда. Ну, мы как-то не прислушивались. Слушайте, давайте съёбываем отсюда. С чего, слушать не нужно? Нет, мы уже здесь всё сделали. Ну, всё, пора уже съёбывать, потому что времени прошло много. А нас там пилот ждёт, он истеричка у нас, поэтому... Да, пилот настоящий. Пусть, скорее всего, и, кстати, здесь вот какие-то волки шумят, так что надо срочно отсюда уходить. А интересно, если Кейт пойдёт в лес без снегохода и её съедят? Ну, я думаю, здесь игрой не предусмотрено, что есть какие-то волки. Ну, наверное, не предусмотрено, но зато хотя бы звуки есть. Это тоже так атмосферно. Но мы никогда их не слышали, почему-то. Наверное, мы не прислушивались. Или просто настолько быстро отсюда уходили. А ещё здесь так всё замылено, как туман, плохо видно. Всё, хотя на ночь, конечно, плохо видно. Но здесь как будто как измороть какая-то от снега. Мы едем, едем, едем. Далёкие ебеня. А, кстати, там будут ещё враги по пути? Там будет их, да хуя, нас там ждёт целая засада. Нет, я поняла, я имею в виду, вот как там ещё съездим на снегоходе. Там же где-то машина стояла. Да, 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 всё это будет. Вот нас уже ждут, смотри, на мосту. Да, пошли вы. А, мы под мостом так, как это хорошо. А мы наебали, наебунькали, обожаешь их наебунькивать. Это просто смысл жизни вообще был. Смотри, а перекрыли, суки. А, там, смотри, тоже пасут вообще. Ну и пушк, да ну и муна. О, походу. Задавился, молодца. Ай, молодца, сосни хуица. Ну кто там? Я вас не хочу. Да чё вы меня поджариваете? Надо меня жарить. Друг друга вот жать и сразу. Елки, я не могу елку проехать. Поджарить они меня хотят. Да, да, поджарить. Ну сами-то любят друг друга жарить. Тут ещё и хотят и крит поджарить. Да вообще, да, нормальный, нет? Ну мы от них быстро оторвались. Ну да. Мы даже не стали их убывать, потому что что тратить время. А смысл, как говорится, убывать? Можешь просто поехать. Дарова, чуваки! Дарова! Фу! Ну-ка не умри. Ой, фу. Уйди, осторожно. Так, сейчас КПП будет. Ну ничего, мы сейчас выйдем, короче, раз на раз, короче, да. О, сейчас раз вдвоих. Да вы чё, пока чего не вижу. Ой, это кто сделал-то? А я не знаю, кто это сделал. Слышь? Блядь, подожди, чё делать? Вы чё делаете-то, бедра-злышь? Так они сами себя тоже подэфовали, гранату, да? Да иди отсюда, блядь, дарахтелка. О, ну всё, нормально так немножко передохнуть. Это как-то вот он и кинул её. Говно. Так, чё, тут ничего нет, наверное? Ну тут? Да ничего себе, закрой дверь, чтобы никто не зашёл. Так, а, отлично. У нас не кохода ещё замечательно просто. Ну мы уже близимся к завершению, я так думаю. Ну да, может, может, о. Четыре, три, два, один. Взрывайся. Взрывайся. А, кстати, как-то... О, зрелищно. О, ты видела, мужик отлетел. Ого. Фу, у него головы нет, фу. Ну мы его оба ищем сразу. А как так, подожди, что-то я не поняла. Оно горело. А, нет, ладно. Мне просто интересно, а каким образом всё так рассчитали, что оно взрывается вот прям именно в тот момент, когда Кэйт едет. Так, замечательный прыжок от Кэйта. Иначе получилось. Смотрите, двести, а чё так мало, двести всего? Надо было дать. Ты тысяча пятьсот сорок, ты чё сказала, двести. Ты смотри, чё написано. Это доступно, это всего моих очков. Мне дали всего двести. А, да, ну я их так смотрела. Ну, это было. Могли бы и больше дать так, в общем. О, чё, 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 чё? Обередили трагенты страха. Опять? Собираются взорвать самолёт. Пилот спрятался. Но если его найдут, вам не сдобровать. Да какого хера? Мы же убили всех, короче. Отрезали плюкси. Да, там много. Какого хера? Нам сказали спасти пилота, но... Ну, пилот как обычно. Пилот поставил... Вначале спасали вообще. Да, он поставил в какие-то перебряги попадает. У нас с другой стороны, без этого пилота мы отсюда не выберемся. Вот он хоть выёбывается, надо дать должное. Он всё-таки полезный, чувак, да. Так он поэтому и выёбывается, что он знает, что... Привет! Да, задай их всех, не нахуй. С дороги, говорите. С дороги. С дороги. С дороги. Всем здоровья. Я люблю тебя. Я вас тоже... Смотрите, как я вас сильно всех люблю. Безумно просто. Надо всех обыскать, да. Так. Посмотрим, что у нас тут вообще есть. Что осталось. А, в смысле осталось. Граната крайне пизда, да? Так. Не, вот это больше пушечка нравится. Йо-йо нашли! Йо-йо-йо, чуваки, чуваки. Вы чё, опасные вообще? Нашли алюминиевые комфольги, размером с кулаком. Интересно. Ты чё, ты чё? Ну, мне просто лень была. Нормально. И я подъехала немножко ближе. Это как пойти в магазин, который в 100 метрах, и на машине поехать, да. Потому что лень просто пройти. Действительно, весело. Давайте соберем... Ну, дали дротик мальчок. Зачуску? Да, нам надо себе дротик. Тушку птицы топорка, нихуя себе. Что мы сейчас ложились? Тушка птицы топорка, это вообще интересно. Я не ожидала, что здесь можно такое найти. Это прям вот очень весело. Так, ну давайте это самое, да. Да, ага. Ой, вообще весело, что ж было. Ой, ой, ой. Крейт у нас пешком-то теперь не ходит. Ой, радиоприемник убрали. Видимо, американские песни запретили там всё это. Ну да, между прочим, там пели американские песни. Да, второй дом мертвых душ, а мы думали его сожгли. Да, вот он оказывается, он оказывается в Сибири находится. Да, нормально всё понятно. Это очень интересно. Нашли папку с чистой бумагой. Ну всё, забираем. Яблоко. Зайдите, вот сейчас бы... Столько гранат? Уснуть яблоко. Сейчас бы прям... Я как бы вообще не против. Так, ну что, мы дальше так же поехали? Да, следов. Так. Поехали домой, короче, всё. Теперь спасатель Геры Волга, нашего любимого, прекрасного пилота. Которого нас, конечно, очень бесит, но всё равно в какой-то степени он... Так, чё там? А почему они в розовой форме? Ну чё там гидрит-то, они стрёбнут? Ну они же гиеви, вы чё? Гиеви. Ой, это чё, пинаш, зверь? Вообще-то зверь висит на соплях, хочешь знать. Между прочим, да. Да, да, блядь. Пилота в него верните, э, чуваки. Кстати, они очень неэстетично лежат. Да, давайте их всё какую-нибудь уберём. Вы знаете, просто совершенно некрасиво. Их надо как-то всех убить. Убить вот этой вот аэрозолью. Но сначала ты собери их вместе. Ну хотя вряд ли здесь что-то будет, наверное, они уже всё спиздили. Да, ну и надо вообще. Но при этом, смотрите, топится камин. То есть, пилот там, он вообще-то готовился к тому, чтобы мы пришли. Он же странно с камин разбил. Вы слышите, там огонь, огонь, камин. Вау, кстати, мы сейчас... Блядь, ты чё делаешь? Ты чё взорвёшь тут, лампу сломаешь? Ты где, блядь? Тихо, не взрывай, ничего не порти нам гибель. Нет, долго, пожалуйста, ничего, ребёнок. Убери их всех отсюда, некрасиво лежат. Так, это последнее или ещё есть? Давай всё посмотрим. Так, короче, сейчас мы всё приготовим красиво, чтобы... Уберём всю эту паутину некрасивую, ебучую. А, насколько я помню, здесь всегда был замок какой-то, дверной. Ну, его взломал. Ну, ладно, пусть валяется, тут его не видно. Список покупок. Ну, вроде бы разобрались со всеми. Давай их уберём, чтобы они не красиво не встречались. Совершенно. Всё, пока всем. Так, надо убрать эту сраную паутину. Потому что некрасиво, не должно так быть. Да, что ж такое, сейчас все патроны потрачены. Всё, открыть, значит нормально всё. Вот там у нас прячется пилот, но мы пока его не будем. Посмотрите, что на втором этаже, потому что мы там ещё не были ночью. Там ведь тоже красиво ночью. Ну, хотя, конечно, могли бы больше мебели поставить на самом деле. Могли бы лампу зажечь. Да, даже лампу не зажили. Проветрить надо. Да, нужно проветрить. Ну, если... Нет, пусть пока свет включен. Что ты выключил-то? А нахуй энергию тратить-то? Ну, казённая же энергия. Взять. Так, ну ладно. А, пить сейчас будем кофеёчек, не знаю, что. Да, Кэй тоже хочет выпить немножко кофеёчку. Вот, блядь, сожрал всё. Я что-то жили. Сожрал, реально. Вообще, всё подчистую смёл. Ну, стрессовал человек, конечно. Что-то можно сказать, естественно. Ставай там. Вышли с Алла. Здравствуй, мама. Пишу тебе из горящего танка на спине убитого мною шпиона. Прости за почерк, но он ещё шевелится. Хочу сообщить тебе радостную новость. Только что мы захватили вражеский самолёт. Да нихуя. Наш начальник штаба, полковник Красников, уже пообещал отпустить нас в отпуск, если мы сможем найти пилота. Даже пилота, блядь, не смогли найти. И записку потеряли по-дебилю. Я ему взял и кинул эту записку. Мы её прочитали. Ну, ты дурак, нет. Ну, чё ты палишься-то? А вот можно закрыть неэстетично как-то? О, смотри, как красиво и уютно. А-а-а. Сейчас, погодите, на превьюху надо сфоткать. Без глаза вот этого. Он всегда с глазом. Ну что ж, пилот, давай выходи. Водка согревает. Сделай мне кофе. Должно помочь. А если чё, Бористо, что ли, кофе тебе делать? М-да. Помогите своему пилоту прийти в себя. Мне бы кто помог. Ты чё? Уже не та атмосфера. Не надо, чувак, не надо, блядь. Вот так-то гораздо уютнее сидеть. Ты чё? Посмотри, как замечательно. Посмотри, давай посидим с тобой. Хорошо, да. Это просто охуенно. Согласен со мной, да? Пилот, ты чё такой нервный? Только меня чуть не убили 10 раз. Конечно, я нервный. Они тебя даже не нашли. Они бы не смогли тебя найти, чувак. Ты чё? Да хватит бухать, я сейчас кофе сделаю, нормально. Ну да, бухусь. Сейчас, смотрите. Кофейник. Иди пить, короче, давай, всё. И успокойся. А, ну страшно, наверное, я буду пить. Ну да. Ну чё ещё скажешь? Я кофейку попью, а ты подготовь самолёт. Вообще-то я не пилот, я не... Я без понятия, как бы подготовить. Как мы будем готовить самолёт? Давай. Чего, давай? Я скоро приду. А что я должна готовить, ты мне объясни? Интересно. Ну, я предполагаю, наверное, знаю, что там здесь какие-то чуваки. Сейчас идём с ними разбираться. Ну, мы же записку... Посмотрите, как это красиво. Пилот хотя бы натопил нам камин. Конечно, я бы, например, вместо пилота осталась бы в домике, попила кофе, а пилот бы починил свой самолёт, подготовил там. Вообще-то это как бы логично. Ну да. Он стоит. Ой. Сручка. Блядь. Да стоять, чувак, 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 чувак. Блядь. Ты что делаешь-то? Даже не убился. Ничего себе. У нас там 45 секунд осталось. Вы что? Угу. Ё, это так долго. Какое долгое обезвреживание. Ёбли. Ну, я думаю, мы успеем. Нет, успеть-то, конечно, успеем. Но просто, если бы мы чуть-чуть задержались... Да. Было бы уже хуёба. А, ну вот. О, всё, мы улетели. Извини. Извини? За что он сказал «извини»? А, интересно. Ну ладно. Вот мы прошли главу 5. После такого «извини», ну как-то прям хочется извинить. Ну знаете, он как-то так на отъебись сказал «извинить». Ну да, но с другой стороны, хотя бы что сказал. Да. Такой пилот. Мы ещё над ним в бонусной части как-нибудь поиздеваемся. Мы там уже придумали. Да, уже знаем, как над ним поиздеваться. Это будет прикольно. А вот, а сейчас мы начнём следующую главу, посмотрим ролик. И на этом будем завершать. Глава 6. Дневник двойного агента, хватаясь за соломинку. Стоянка Трей. Леров, наверное. Так, здесь некий пиздец будет, как я помню, да? О, опять вот у нас у него... Переработка людей. Вы чего? Перерабатывают люди. Обосраться. Итак, 14, мистер Волков. Теперь вам лучше... А что с этим чуваком, который сзади... Наверное, он в очереди на переработку стоит. Не усики, а просто усики. Я здесь что-нибудь делаю. Не делайте этого. Умаяю. Машину его. А почему от этого хорошо достану? Он какой-то псих. Он просто ебачий псих. А как он при этом может вообще быть живым? И при этом он живой. Друг мой, мне всё ещё грустно. Ты хренел, что ли? Ведите сюда, Маккентти. Мам, мы уже сто раз об этом говорим. Я не приеду домой на Рождество. Отца в могилу свёл. Теперь за меня принялся. Мама, папа умер в Кении от дизентерии. Он умер от разбитого сердца. И всё из-за того, что ты так ничего и не добился в жизни. Ни сега себе не добился. Ты чё? Ты чё, Маккентти? Пожертвовали ради тебя. До свидания, мама. Не смей вешать... Он повелитель зла. Ты чё? Ничего не допился. Ты за какие хоромы у него. Будь хорошим мальчиком. Принеси-ка мне что-нибудь выпить. Хороший мальчик. Что-то... Да разруби его пополам и всё. На этом игра закончится. Был разочарован, узнав, что Кейт Арчер всё ещё жива. Тогда пусть он сам её убьёт. Ну да. Зимняя. Она мне не враг. Она мой враг. А ты мне служишь. Или ты забыла, кто спас тебе жизнь много лет назад? Ой, всегда будешь об этом теперь говорить ей, да? Только не говори мне, что ты её боишься. Сука, прямо на больную дарит. Сука такой вообще. Да, убей её. На этот раз принеси доказательств. Думаю, её головы на блюде будет вполне достаточно. Достаточно? Что-то достаточно. Мы надеялись на что-то более весомое. Что вы знаете об этой организации? Страх. В прошлом нам доводилось иметь с ними дело. Ходят слухи, что недавно они реорганизовали свою контору. Однако никто не знает, в чём именно заключается эта реорганизация и что она означает. Означает это всё то, что вы недостаточно надрали им задницу. По крайней мере, мы установили, что этот проект Омега является детищем страха. Хотя мы по-прежнему не знаем, что это такое. Предложение, которое мы обнаружили, было до тихо в 1965 году. И? Это означает, что в прошлом году, когда произошёл тот инцидент со страхом, проект уже действовал. Мы обыскали тот объект в Северной Америке, где они держали доктора Шенкера, и провели там зачистку. Никаких упоминаний о проекте Омега в тех файлах, которые нам удалось получить, обнаружено не было. Есть ещё одно место, которое, как мне кажется, следует проверить. И что же это? Акрам, штат Агэр. Но мы обыскали дом Гудмана. Блицни. Прошу прощения, что? Его звали Мелвин Блицни. Том Гудман умер в Амстердаме. Разве вы не помните? Ну, неважно. Главное, наши ребята тщательно там всё обыскали. Кэй, то есть у неё без ТВ этих очков. В её баланс стало очень любым. Это пустая трата времени. Посмотрим. Что ж, будьте осторожны. Я привезу вам сувениры. Вот этим посмотрим, она напомнила Лару, потому что она тоже, вот Лара делает, что хочет. И Кэй тоже. Кстати, они говорят про какого-то Блицни, и такое ощущение, что в первой части про него шла какая-то речь, потому что вот они говорят, и вроде что-то происходило, мы вроде должны об этом знать, а мы нихуя не знаем. Короче, дом, в котором жил Мелвин, не получив других указаний, агент Арчер отправился в американский штат Агарио. Там, в городке Акрон, некогда жил Мелвин Плицни, продаёц пылесосов, которому было поручено сыграть роль агента Юнить Тома Гутмана в очередной преступной акции страха. Правда, вскоре заказчик избавился от него по причине полной бездарности. Проникновение в жилище покойного предателя сопряжено с большим риском, но иначе Кэйт не сможет достигнуть своей цели. Ага, то есть мы поняли, что он их предал. Такая вот коня. О, ещё один ролик. 15.36, Акрон, США. Странный дом. Акрон написано по-русски. США, да. По-русски. Ну что ж, я пришла. Вообще пиздец. В общем, собирать дополнительную информацию мы уже будем в следующий раз. Да, сохранимся, так, опа, и всё. Мы сидим и ждём, когда у нас с Крисом начнёт играть. Тут уже у нас даже ничего нет. Между прочим, да, кстати, у нас всё после каждого раза пропадает. У нас осталось. Что там, фонарик, ну и так по мелочи. Собственно говоря, потом чуть-чуть дойдём, наверное. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на всё, что будет в описании, на пабликах, на инстаграмы наши. И всем пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!